Мамыкина. Завтра не понравится цвет галстука, послезавтра прическа, а затем, видимо, встанет вопрос о том, что вообще эти нелатышские выскочки себе позволяют. И правда, какой-то там американский ньюс корпорейшн перегрел тут у себя шайку журналистов, которые не слушаются самого Абрама Клёцкина. На днях в эфир вышла 600-я программа без цензуры. Это 600 часов в прямом эфире, 600 тем, тысячи гостей и мнений на самые разные, порой очень больные темы. И что же все это время мы разжигали национальную рознь, и никто этого не замечал? Мамыкин гонится за рейтингами. Но вообще-то это нормально. И все же у такого человека, как шеф телерадиосовета, должен быть доступ к рейтингам латвийских телекомпаний. Если нет, мы пришлем. В них можно без труда убедиться. С рейтингами у программы без цензуры давно все в порядке. И дешевая популярность нам ни к чему. Служба новостей ТВ-5 пытается втянуть в гнусную политическую игру, которая кажется выгодна всем, но крайне неприятна нам. Хоть это и бесплатная реклама, за что всем отдельное спасибо. Игру именно политическую, потому что Совет, избираемый Сеймом, принимает решение, на которое не реагируем мы, но которое в первые же часы обрастает официальными заявлениями политиков. Мы рады, что имя Андрея Мамыкина позволяет пиариться экс-министру юстиции Тевзенцу Берзеншу. А ведь еще несколько месяцев назад Тевзенцы предлагали ликвидировать телерадиосоветы за плохой работы. Абрам Клёцкин тогда еще возмущался. Цитата «Говорить о ликвидации в демократическом обществе просто неприемлемо». А регулировать право людей на высказывание собственной точки зрения в демократическом обществе, видимо, приемлемо. Но теперь Тевзенцы, наверное, довольны. И трогать Совет перестанут. Мы рады, что имя Андрея Мамыкина дает партии «За пчел» публичный повод сводить счеты с центром согласия. Мы рады за всех, кому наш вес и наше влияние позволяют напомнить о себе. Мы рады и за Совет, который в силу своей некомпетентности не может справиться с кризисом на общественном телевидении и радио. Но зато всегда, как злой полицейский, рад выписать штраф другой какой-нибудь телекомпании, чтобы создать видимость работы и придать ей значение в глазах политиков. Если следовать логике Клёцкина, цитата «Запускать такой опрос именно 18 ноября – издевательство», то появление такого опроса в эфире, скажем, на Новый год было бы что? Не издевательством? То есть Совет придирается не к нарушению закона по существу, а к журналистам, которые в праздник испортили настроение некоторым особенно чувствительным зрителям. А мне кажется, что испортили мы его тем, кто не в состоянии понять главное – свобода слова, право людей выражать свои мысли, а журналистов предоставить им такую возможность, не опасаясь репрессий – это то, ради чего Латвии стоило бороться за свободу. А если кто-то в этой стране считает обретение Латвии независимости роковой ошибкой – это мнение свободных людей в свободной стране. Мнение, с которым можно не соглашаться, на мой взгляд, и нельзя соглашаться. Но это мнение, которое заслуживает того, чтобы его выслушали. Заслуживает того, чтобы быть, не говоря уже о том, чтобы быть услышанным. Когда в эфир ЛТВ однажды не вышел фильм «Система Путина», Клёцкина уже называли цензором. Он, видите ли, переживал за отношения с Россией, потому не поддерживал показ фильма перед российскими выборами. Сегодня Клёцкин играет уже на другой стороне поля. Что будет завтра? Не так давно после выборов Совет пытался нас обвинить в нарушении закона предвыборной агитации. Тщетно. Потому что никаких нарушений не было. А попытка, что называется, наехать, была. И вот новая возможность сделать приятное своим политическим покровителям. Отшлепать неугодных журналистов. Но не получится. Свою некомпетентность подчеркнула и одна из представительниц Совета, Дарья Юшкевица, заявив в прессе. Громкая реакция общества на эту историю как раз и говорит о разжигании национальной розни. Но мы поправим члена Совета. Реакция общества последовала не на программу без цензуры, а на административное дело против ТВ-5. Это означает, что разжиганием национальной розни занимается не ТВ-5, а сам Совет по радио и телевидению. Кстати, об этом говорится и в официальном заявлении руководства ТВ-5, которое обратится в суд, если начатое против телекомпании дело не будет прекращено. Если Совет сам не пересмотрит своего решения, то телекомпания ТВ-5 через суд будет оспаривать решение оштрафовать канал за разжигание национальной розни. По мнению телекомпании, именно Совет разжигает национальную рознь. В вопросе канала не шла речь о каких-либо национальностях, а только о политических взглядах наших зрителей. По мнению Совета, политические взгляды жителей Латвии зависят от их национальности. Данное утверждение является проявлением расизма и разжигает национальную рознь. Так как это уголовно наказуемое преступление, говорится в заявлении руководства ТВ-5, то канал вынужден будет подать жалобу в органы безопасности против Национального совета по радиотелевидению и персонально против каждого из ее членов. В случае, если этого будет недостаточно, канал обратится в Европейский суд по правам человека с жалобой на действия Совета, который разжигает национальную рознь, в которых усматривается проявление расизма. Напомню, это было официальное заявление нашей телекомпании. К этому заявлению присоединяется служба новостей ТВ-5, авторы которой также в индивидуальном порядке будут рассматривать вопрос об обращении в судебные инстанции, оценивая как уже прозвучавшие заявления и обвинения главы Совета, так и последующие его решения. Печально, что, угрожая штрафами нам, пытаются закрыть рот вам, лишить права выражать свои мысли. Посыл Совета нелояльным Латвии жителям — молчать. Но за себя мы тревожимся меньше, в своих силах мы уверены. А вот за интересы своей аудитории и вообще за прописанные в Конституции права каждого жителя этой страны мы будем стоять до конца. Когда-то Абрам Клёцкин писал сценарий для легендарного фильма «Легко ли быть молодым». Интересно, мог ли он сам в далекие 80-е представить себе, чем будет заниматься и как будет вести себя через 20 с лишним лет. Когда Клёцкин, уже не стесняясь вразрез со своими же ценностями, о которых когда-то узнал весь мир, пишет уже совсем другой сценарий. Это программа «Семь новостей», мы продолжаем. Продолжение следует...